ребяточки отвечаю марьям про блогеров здравствуйте марьям хочу вам ответить за свои колокольни и спасибо вам а большой за обзор за то что вы сделали обзор на меня лена хопя не знал рада ли она все равно и делайте рекламу я рада вы мне сделали сделали рекламу будете делать я рада ну я хочу свое оправдание если защиту сказать такие вещи вы обесценили мои достижения хочу по пунктам первый самый первый пункт чем чем я прекрасно я всего дает достигла в жизни всего чего планировала кофе с карамелькой нельзя обесценивать марьям вы так обесценивать и людей вы меня не знаете вы со мной не общались я готова с вами провести стрим дружески я приглашаю вас на стрим я вам все объясню если вам интересно я вам тоже буду канал развивать повышать ваши рейтинги на солнышко выглянуло так а все было пасмурно это все развивать канал это общение видео ответы когда я упоминаю ваше имя выполнят имя моего канала я упоминаю ваше так ник наим это ваш ваш псевдоним даже не ваше настоящее имя все это все движуха на канале это все полезно для канала для развития канала поэтому но я хочу себя защитить хочу сказать свою защиту что номер один я умная девушка красавица надо себе надо всегда иметь высокую самооценку каждый должен иметь так значит чем это подтверждается школу я закончила почти золотой медалью я меняла школу это первый пункт почему умная образованная интеллигентная интеллектуально развитая подтверждение значит и учусь развиваясь продолжаю развиваться 1 1 пункт 1 потому что про школу я ходила в обычную школу до 9 класса потом это не важно там ну просто может как-то связано короче я заболела болезнью боткина и как то потому что может я отлежалась отгулялась в больнице в нем было сильно много энергии в 14 лет и мне я то и знала что я хочу быть переводчиком 14 лет не влади английским ничем вообще только с нуля ну как чуть-чуть знала английский школьный уровень но было очень мало это было ничто этого было очень мало вот и в 14 лет я себе говорю мне нужно менять школу я маме сообщала мама давай менять школу пойдем в лицей физмат лицей физико-магенетический лицей тогда она называлась школа номер один потом ее сразу я ходила в обычную простую школу номер два потом перешла в лицей номер один этот лицей переименовали школа номер двадцать шесть school number 26 нас в никополе было всего лишь двадцать пять школ небольшой городок сначала когда-то моем детстве там было сто пятьдесят тысяч населения потом там стало сто двадцать пять тысяч населения но сейчас с войной если там осталось двадцать тысяч что хорошо очень опасно там жить ваш террорист марьям напал на украину ему и бомбит мой город рождение моего но там вы знаете это не об этом значит первый пункт я стала я закончила школу на хорошистку и вот могла бы золотой медалью если бы я осталась своей школе в обычной номер два и не пошла в номер один которая потом стала номер двадцать шесть я бы получила золотую медаль все учителя были на моей стороне все меня любили поддерживали и хотели чтобы таких отличников любят поддерживают и стараться им не то что подыграть но стараться сказать там четверку исправно пятерку чтобы я была медаль все-таки может тебе это поможет поступление чаще это помогает золотых медалисткам как-то продвигали все-таки там даже золотых серебряных поэтому я была на очень хороший я имела очень хорошую репутацию хорошие ученицы поэтому не нужно обесценивать я всегда училась и старалась достигать своих целей ну по учебе я дня для меня иметь тройку это унижение но четверку это тоже как бы недостаточно ну ладно там физика математика спецшколе спецматематическая химия ну что горжусь своей четверкой вот так как это к этому что я развита и добилась всех своих целей добилась быть хорошисткой номер два я поступала на я с киев из меня просили и с завуалированными путями всякие агенты от профессоров или от профессора говорили хочешь киев на я сплати четыре тысячи долларов тогда обычный человек мог максимум 300 долларов собрать это это 96 год 300 долларов собрать для того чтобы просто обычный человек с обычными доходами от провинции заберешь 300 долларов какие-то 4000 долларов это нужно сколько лет собирать это нужно три года собираешься тысячу хотя бы собрать на три года три у 4 12 это 12 лет нужно собирать чтобы собрать взятку на 4000 долларов тогда другими путями методами ты не просунешься или кто-то тебе должен просовывать впихивать в этот инъяс или ты чей-то должен быть кум сват брат крестница сестра жена любовница тогда было очень очень тяжело пробиться на инъяс на на улицу красноармейского я какое какая 73 которая сейчас это в киев который сейчас называется василевская улицам типа василькова василевского надо уточнить надеюсь сейчас не сейчас перестали брать взятки я надеюсь но тогда было страшно творилось 96 году куда-то пробиться без денег это ну у меня были знания я очень училась очень старалась очень стремилась но если ты не чей-то протеже пробиться было почти невозможно я не верю никому кто поступал бесплатно просто так да я вам даю один процент один процент все остальные были чьи-то внуки дети и сваты браты сваты браты сестры братьям чьи-то протеже я не верю в бюджетное поступление в университет на красноармейскую просто так потому что если миллионы желающих и там сколько 20 мест например группе или 25 да и там насколько она может сколько на 5-10 групп набирали а миллионы желающих например то то есть ну кого возьмут тот кто чей-то протеже или кто дал взятку то есть ты тут не конкурируешь твои знания здесь ни при чем хоть ты очень хорошо старался заниматься с репетитором с 14 лет я ходила к репетитору по английскому потом на курсе английского два года два с репетитором два года на курсах также два года усиленная школа с изучением английского английский у нас была матема у нас была математика не у нас была физика на английском в этой спецшколе просто ну как говорят физика на английском учитель конечно не владел и так же просто очень хорошо но знал достаточно чтобы чему-то нас научить то есть он же не был найти найти в спика он же не был таким кто местным местные владеют а вот иностранцы тоже и с акцентом и не все слова они не свободно говорят там может по физике термины он знает а вот чтоб свободно у него конечно не было этих знаний ну ну но все равно чем-то учил и мы он знал больше нас конечно физику и английский он лучше нас знал и сам там готовился к урокам разбирался но с ним но что-то мы учили помню такой бородатый учитель умный умный по физике но английский он не владел свободно учились мы на английском физику изучали на английском то есть я уверена что если ему с иностранцем общаться вот просто на все темы он бы с ним не все его бы понимал что если даже не я закончила потом мне нужно было еще два года доучиваться будь уверен быть более уверенно себя чувствовать в английском это у меня диплом учителя иностранного языка было для диплом английского кстати вы перепутали вашем обзоре у меня диплом английского языка учитель английского и украинского я сейчас буду потихоньку на наехать и вам рассказывать если вам интересно из моей биографии уточняю ваши чтобы ваш обзор был более точным на ним на меня какие-то вот биографические мои данные вдруг я стану знаменитости у меня будет линия духов светлана сани гел или просто сани гел чтобы мои биографы это у меня здоровый нарциссизм чтобы мои биографы обо мне правда писали потому что это я сказала уточнила я не могли бы точно точные данные мою биографию замести кому интересно мое развитие вдруг я стану знаменитости какой-то успешной вот уточнял вам так ребятки переходим на вторую часть еще мои достижения мои успехи моя высочайшая с высокая высочайшая самооценка которая у нас всегда должна быть это общем два пункта я вам сказала школа на школа развития интеллект поступления сейчас будем про поступления подробнее